Глава 18. Осьминоги. В течение нескольких дней Наутилус постоянно отдалялся от берегов Америки, очевидно, не желая заплывать в воды Карибского моря и тем более Мексиканского залива. Средняя глубина этих мест около 1800 метров, но они так усеяны островами и так часто посещаются пароходами, что капитан Немо не захотел в них заходить. 16 апреля мы прошли милях в 30 от Мартиники и Гваделупы. Перед нами только мелькнули их высокие горные вершины. Нетленд, рассчитывавший на то, что в Карибском море удастся или выплыть на берег, или сесть в одно из судов, курсировавших с острова на остров, пришел в крайнее уныние. Теперь бежать было бы возможно, если бы Неду Ленду удалось овладеть шлюпкой без ведома капитана. Но в открытом океане об этом нечего было и думать. Мы втроем долго обсуждали этот вопрос. Шесть месяцев мы уже были в плену на Наутилусе. Проплыли семнадцать тысяч лье. И не было шансов на то, что когда-нибудь остановимся. Недленд сделал мне совершенно неожиданное предложение. Задать капитану категорический вопрос. Как долго намерен он держать нас на своем корабле? Это мне не понравилось. Задавать вопросы было бесполезно. От капитана Немо ждать было нечего. К тому же с некоторого времени капитан становился все мрачнее, сосредоточеннее, отчужденнее. Меня, казалось, он избегал. Я с ним встречался чрезвычайно редко. Раньше он с удовольствием объяснял мне разные подводные чудеса, а теперь оставлял меня работать в одиночестве и не появлялся в салоне. Почему он так изменился? По какой причине? Упрекнуть мне себя было не в чем. Может быть, наше присутствие на корабле тяготило его. А между тем, не такой он был человек, чтобы вернуть нам свободу. Я сказал Неду, что мне нужно время, чтобы все обдумать. Если бы мой вопрос капитану не увенчался желанным успехом, то возбудил бы подозрения капитана, ухудшил наше положение и окончательно повредил планам канадца. На здоровье мы сослаться не могли. После Южного полюса Нед Лэнд, Канцель и я никогда не чувствовали себя лучше. Здоровая пища, свежий морской воздух, упорядоченная жизнь, постоянная температура исключали возможность болезней. Подобный образ жизни был вполне нормальным для такого человека, как капитан Немо, который не жалел ни о чем на земле, который был у себя дома, плыл куда хотел и шел к задуманной цели путями, необъяснимыми для нас, но ясными для него. Мы другое дело. Мы не рвали связи с человечеством. Я не хотел хоронить вместе с собой результаты моих наблюдений. Я теперь имел право издать настоящую книгу о тайнах морских глубин и льстил себя надеждой, что рано или поздно я все-таки выпущу ее в свет. И здесь, в Антильских водах, на глубине 10 метров от поверхности океана, сколько замечательных наблюдений я сделал и описал в своих заметках. Из зоофитов тут были сифонофоры, физалии, известные под названием галеры, в виде продолговатых пузырей с перламутровым отливом, с растянутыми перепонками и голубыми щупальцами, развивавшимися, как шелковые нити на ветру. Эти очаровательные на вид медузы оказались настоящей крапивой для пальцев. Они спускали из себя жгучее вещество. Кольчатые черви, аннелиды, метра полтора длиной, вооруженные розовым хоботом, снабжены тысячами-семистами органами передвижения. Они скользят в воде, как змеи, и поражают вас всеми цветами солнечного спектра. Из рыб встречались огромные малобарские скаты, длиной 10 футов и весом фунтов 600, с треугольными грудными плавниками, выпуклой спиной, глазами, внизу головы. Они плавали по воде, как обломки разбитых судов, и иногда вдруг прикладывались к нашим иллюминаторам, закрывая их, как захлопнувшийся ставень. Тут были американские баллисты, белые с черным, бычки, длинные и мясистые, с желтыми плавниками и выдающимися челюстями. Макрель, длиной метра полтора, с короткими и острыми зубами, покрытая чешуей. Стаями мелькали барабули, исполосованные золотом от головы до хвоста, и шумно плескались, быстро шевеля блестящими плавниками. Когда-то их посвящали Диане. Богачи и римляне особенно их ценили и сочинили даже поговорку «Не тот их ест, кто ловит». Перед нами проплывали золотистые помаканты в изумрудных полосках, в бархате и шелке, как вельможи на картинах Веронезе. Морские караси укрывались под свой перепончатый плавник. Клюпонадоны семейства сельдевых длиной дюймов 15 сверкали фосфорисцирующими искрами. Кефаль била по волнам толстым хвостом. Красные сиги как будто косили волны острыми грудными плавниками. Серебристые селены, вомеры, из семейства ставридовых, сверкали в воде, как луна, ярко-белыми переливами. Сколько бы еще новых чудесных видов я включил в свою коллекцию, если бы Наутилус не стал мало-помалу опускаться все ниже, пока, наконец, не достиг глубины двух-трех тысяч метров. Здесь животная жизнь была представлена лишь морскими звездами, медузами с небольшой чашечкой на прямом стебле и несколькими другими крупными моллюсками. 20 апреля мы поднялись на 1500 метров. Самым близким к нам был архипелаг Лукайских островов, насыпанных, как камешки, на поверхности воды. А под водой возвышались огромные скалы, отвесные, как стены, из размытых каменных массивов. В них встречались глубокие пещеры, до дна которых не достигал электрический свет Наутилуса. Эти утесы были покрыты густой растительностью, гигантскими ламинариями, бесконечно длинными фукусами, вообще такими громадными водорослями, какие достойны лишь мира титанов. В разговоре от колоссальной растительности мы с Канцелем и Недом перешли, естественно, к огромным морским животным. Одни, очевидно, предназначены в пищу другим. Из иллюминаторов Наутилуса, почти стоящего на месте, я видел лишь сочленения и лапы фиолетовых крабов и клиосов, которые водятся в Антильских водах. Часов в одиннадцать Нед Ленд обратил мое внимание на необыкновенное шевеление в высоких водорослях. — Да, — сказал я, — именно в таких пещерах водятся осьминоги, и не удивлюсь, если мы увидим здесь этих чудовищ. — Как? — удивился Канцель. — Простые кальмары из отряда головоногих? — Нет, — огромных осьминогов. Но друг Ленд, вероятно, ошибся. Я ничего не вижу. — Жаль, — заметил Канцель. — Я хотел бы повстречаться лицом к лицу с осьминогом, о котором столько слышал. Он, говорят, настолько силен, что может кораблю тащить в бездну. Их еще называют Крак... — Крак... — и все, — засмеялся Нед. — Кракенами, — договорил Канцель, не обращая на него внимания. — Никогда не поверю, что существуют такие кракены. — Отчего же, — возразил Канцель, — мы верили же, что есть на свете нарвал или морской единорог? — Напрасно верили, — Канцель. — Разумеется, напрасно, но многие теперь еще этому верят. — Пусть. Я знаю то, — Канцель, — что поверю только тогда, когда стану рубить их на части. — Вы, стало быть, не верите, что есть громадные осьминоги? — спросил Канцель. — Кто же их видел? — вскрикнул Канадец. — Очень многие, — друг Нед. — Только не рыбаки. Ученые, может быть. — Нет, Нед, и рыбаки, и ученые, — сказал я. — И я, — добавил Канцель, — чрезвычайно серьезно. Я видел, как осьминог схватил большое судно своими щупальцами и утащил под воду. — Вы сами это видели? — спросил Канадец. — Видел, — Нед. — Собственными глазами? — Собственными глазами. — Где же это? — В Сан-Мало, — невозмутимо ответил Канцель. — В порту? — насмешливо спросил Нед Ленд. — В церкви, — ответил Канцель. — Как в церкви? — удивился Канадец. — Да, друг Нед, огромный осьминог изображен там на стене. Нед Ленд разразился громким смехом. — Я об этом слышал, — сказал он. Сюжет картины заимствован из легенды, а известно, насколько можно полагаться на легенды в научных вопросах. К тому же, когда речь идет о чудовищах, то в изображениях всегда участвует фантазия. Не только распространялось убеждение, что осьминог может потопить корабль, но Олаф Великий говорил даже об осьминоге длиною в милю, который похож скорее на остров, чем на животное. Рассказывают также, что епископ Недровский поставил однажды алтарь на огромном утесе. По окончании обедни утес вдруг поплыл, а потом нырнул в море. Оказалось, что это был осьминог. — А что еще? — спросил Нед. Другой епископ, Понтопидан Бергенский, упоминает об осьминоге, на спине которого учился пехотный полк. — Здорово вы были сочинять! — заметил Недленд. Наконец, древние натуралисты говорили об осьминогах-чудовищах, пасть которых была величиной с залив, а сами они не могли пройти через Гибралтар. — Ну что верного в этих рассказах, с позволения их чести? — спросил Канцель. — Ничего, друзья мои. Все, что переступает пределы правдоподобия — миф или легенда. Воображение рассказчика всегда, впрочем, основывается на чем-либо существующем. Верно то, что есть осьминоги и кальмары очень больших размеров, но они, однако, меньше китообразных. Наши рыбаки нередко видят кальмаров более метра длиной. В музеях Триеста и Монпелье есть скелеты осьминогов длиннее двух метров. К тому же у животного длиной не более шести футов щупальцы должны быть длиной двадцать семь футов, что уже делает из них страшилище. — И в наше время такие попадаются, — спросил Канадец. — Моряки их часто видят. Один из моих приятелей, капитан Поль Босс из Гавра, говорил мне, что видел таких великанов в Индийском океане. Не далее, как в 1861 году, невероятный факт подтвердил существование этих гигантских животных. — А что случилось в 1861 году? — спросил Нэтлэнд. В 1861 году к северо-востоку от Тенерифа, на широте, на которой мы приблизительно находимся в настоящую минуту, экипаж Алектона заметил осьминога-гиганта. Капитан Буге подошел к нему, пробовал атаковать его и гарпуном, и ружейными пулями, но безуспешно. Пули и гарпун проникали в его тело, как в кисель. После многих неудачных попыток, экипажу удалось накинуть на моллюска петлю. Петля скользнула по его телу до хвостовых плавников и остановилась. Тогда они стали тащить его на палубу, но он был так тяжел, что поднять его не было возможности. Веревка перетерла ему хвост, и, лишенный этого украшения, он ушел в воду. — Ну вот, наконец, факт, — заметил Нэт Лэнд. — Факт неоспоримый, мой милый Нэт. Этот вид даже назвали кальмар-быге. — А какой он был длинный? — спросил Нэт. — Не шесть ли метров приблизительно? — спросил Канцель, стоя у лиминатора и всматриваясь в углубление утеса. — Так точно, — отвечал я. — А на голове у него был венец из восьми щупальцев, и щупальцы извивались, как змеи. — Верно. — А глаза у него были огромные, выпуклые, посередине головы? — Да, Канцель. — А челюсти были похожи на клюв попугая, только очень огромный. — Так точно, Канцель. — Ну так если перед нами не сам кальмар-буге, то, по крайней мере, его брат. Я посмотрел на Канцеля, а Нэт Лэнд бросился к иллюминатору. — Отвратительная тварь! — крикнул он. — Я посмотрел и тоже не мог воздержаться от возгласа отвращения. Перед нами копошилось чудовище, достойное роли в страшных легендах — гигантский осьминог длиной метров восемь. Он чрезвычайно быстро плыл задом наперед по направлению к Наутилусу. Смотрел он прямо перед собой, неподвижными серо-зелеными глазами. Восемь рук, или скорее ног щупальцев, торчащих на голове, были вдвое длиннее его тела и извивались, как волосы уфурий. На внутренней стороне щупальцев ясно были видны 250 присосок полусферической формы. Временами они присасывались к стеклам. Челюсти чудовища, состоящие из рогового вещества, были похожи на клюв попугая и открывались вертикально. Из них высовывался дрожащий язык, тоже роговой, снабженный несколькими рядами острых зубов. Как прихотливо распорядилась природа, одарив этих моллюсков отличным клювом. Веретенообразное тело, вздутое посередине, вероятно весило несколько тонн. Невероятно изменчивая окраска, в зависимости от степени раздражения животного, мгновенно переходила от беловато-серого в красновато-коричневый оттенок. Интересно, что именно в эту минуту было причиной раздражения спрута. Уж не злился ли он на то, что Наутилус сильнее его, и что ему некуда было приложить страшную силу своих щупальцев? Какой мощью одарила природа это чудовище, дав ему трехкамерное сердце? Было бы грешно не воспользоваться благоприятным случаем, столкнувшим нас с этим представителем семейства головоногих. И потому я, подавив в себе отвращение и ужас, который он возбуждал во мне, начал его зарисовывать. «Это может быть спрут, который попался Алектону», — сказал Канцель. «Нет, этот ведь целый, а у того оторвали хвост», — возразил ему Нед. «Это ничего не значит», — сказал я. «Да, щупальца и хвост этих моллюсков быстро восстанавливаются, так что за семь лет спрут Бюге, вероятно, уже отрастил себе новый хвост». «А может быть, он среди вот этих», — сказал Нед. Я взглянул и действительно в другом иллюминаторе увидел еще семерых спрутов. Слышно было, как их жесткие щупальца ударялись о стальную обшивку нашего наутилуса. Я продолжал работу. Чудовища держались в воде неподвижно, так что можно было даже сделать миниатюрный снимок их фигурок на стекле. К тому же мы шли не очень быстро. Вдруг наутилус остановился от сильного толчка. «Уж не наткнулись ли мы на что-нибудь?» — спросил я. «Наткнулись или нет, беда миновала, потому что мы стоим в чистой воде», — сказал Нед. Прошла еще минута. Вошел капитан Немо с помощником. Я давно его не видел, и он показался мне очень мрачным. Не говоря ни слова, даже не поздоровавшись и не взглянув на нас, он подошел к иллюминатору, посмотрев на спрутов и что-то сказал своему помощнику. Тот вышел. Вскоре иллюминаторы закрылись и засветился потолок. Я подошел к капитану. «Весьма любопытная коллекция спрутов», — сказал я развязным тоном любителя, разглядывающего богатый аквариум. «Да», — ответил он, — «и сейчас мы вступим с ними в рукопашный бой». Я с удивлением взглянула на капитана, думая, что ослышался. «В рукопашный бой?» — повторил я. «Да, винт остановился. Вероятно, в него вцепились эти чудовища своими роговыми присосками». «Что же вы собираетесь делать?» «Подняться на поверхность и перебить эту мерзость?» «Это, я думаю, будет довольно трудно. Конечно, тем более, что электрические пули, не встречающие достаточного сопротивления, чтобы разорваться, не действуют на их мягкое тело. Но мы атакуем их топорами». «И гарпуном, если позволите», — сказал Лэнд. «Я принимаю ваше предложение, мистер Лэнд», — ответил ему капитан. «Мы идем за вами», — сказал я. Следуя за капитаном, мы направились к трапу. Там уже стояло более десяти человек, вооруженных топорами и совершенно готовых к атаке. Мы с канцелем взяли по топору, а Нэт Лэнд вооружился гарпуном. Но утилус был уже на поверхности. Моряк, стоявший на последней ступеньке, отвинчивал гайки. Как только он отвинтил их, крышка люка стремительно отскочила, очевидно схваченная страшными присосками спрута. Тотчас в отверстие, словно змея, скользнула длинная щупальца, а за ним извивались еще штук двадцать других. Капитан Немо взмахнул топором, и огромный отросток, извиваясь, упал на ступени. В ту минуту, как мы, толкая друг друга, старались выбраться на палубу, в воздухе протянулись два страшных щупальца, и, вцепившись в моряка, который стоял впереди капитана Немо, подняли его в воздух. Капитан вскрикнул и бросился на помощь. Мы кинулись за ним. Какая ужасная картина! Несчастный, схваченный щупальцами спрута, болтался в воздухе по прихоти этого чудовищного хобота, задыхался и отчаянным голосом кричал «Помогите! Помогите!» Эти слова, сказанные по-французски, произвели на меня потрясающее впечатление. На борту находился мой соотечественник, может быть, даже и не один. Я никогда не забуду этот раздирающий душу отчаянный крик. Не было никакой надежды спасти погибающего. Кто мог освободить его от этих крепких, могучих объятий? Капитан Немо бросился на спрут, и одним ударом топората рубил ему другое щупальце. Помощник капитана бешено сражался с другими чудовищами, вцепившимися в борта наутилуса. Весь экипаж, канцель, Нет и я рубили направо и налево в воздухе носилось отвратительный запах мускуса. Зрелище было страшное. Одну минуту я думал, что есть надежда спасти несчастного. Из восьми щупальцев семь были уже обрублены, но эта последняя с неописуемой силой продолжала сжимать, душить и трясти в воздухе несчастную жертву. Капитан Немо и его помощник уже хотели обрубить его, как вдруг животное выбросило струю черной жидкости из особого мешка у анального отверстия и ослепило нас. Когда мы протерли глаза и черное облако рассеялось, спрут уже скрылся со своей жертвой. Страшное бешенство овладело нами. Мы были вне себя от горя и злости. Десять или двенадцать спрутов овладели палубой и бортами наутилуса. Мы каждую минуту натыкались на змеообразные обрубки, изгибавшиеся в массе крови черноватой жидкости. Но работы все еще оставалось много. Страшные щупальца, казалось, возникали вновь и вновь, как головы гидры. Гарпун Неда Ленда при каждом взмахе вонзался в зеленоватые глаза. Вдруг мой храбрый товарищ упал, сбитый с ног сильным щупальцем. Сердце у меня облилось кровью от ужаса и волнения. Громадный клюв спрута раскрылся над Недом Лендом. Я бросился на помощь товарищу, но капитан Немо меня опередил. Его топор скрылся между громадными челюстями, и спасенный канадец вскочил на ноги и целиком погрузил свое орудие в сердце животного. «Я был у вас в долгу», — сказал ему капитан. Нед молча ему поклонился. Битва продолжалась еще четверть часа. Побежденные и раненые убитые чудовища скрылись в волнах. Капитан Немо, залитый кровью, неподвижно стоял около прожектора и глядел на воду, поглотившую одного из его товарищей. Крупные слезы катились по его лицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова